Музыка Меня зовут Кулько Орин Юрьевна. Я мастер в центре Славич. Преподаю роспись. Различные народные росписи. Это Мизень, Городецкая роспись, Уфтюрская роспись, Слобожанская роспись. Различные народные росписи. Особенно росписи Шейра мне нравятся. Поэтому у нас здесь представлена Мизинская роспись. Это район Архангельский. Архангельская область. Это река Мизин. Среднее ее течение, село Плащелье. Вот оттуда пошла такая замечательная, очень декоративная, одна из самых изысканных росписей, которая имеет как бы смысловое значение. Это читаемая роспись, которая декорировалась очень важной для крестьянина. Роспись – это прялка и предметы, связанные с едой. Это ложка, какие-то плошки, наберухи, куда мы помещаем пищевые какие-то вещи, питательные вещи. То есть то, что считалось, в общем-то, довольно священным, должно было быть ограждено от различных дурных влияний, дурных сил и чего-то такого неблагодатного. Поэтому роспись символична. Конечно, значение, и понятно, она только людям, знакомым с этими символами, правильно? Но, тем не менее, сюда художник мог заложить и свои пожелания, и какие-то обережные значения. И поэтому она использовалась именно для таких важных для крестьянина вещей. То есть это целый язык, получается? Практически, да. Это целый язык, на котором наши предки передавали свои пожелания, свои, так сказать, наблюдения. В принципе, даже можно сказать, что мизенская вот эта роспись – это мировоззрение, такое вот образное, метафорическое мировоззрение людей от древности. В этих символах они как бы выражали свое миропонимание. Они не отделяли себя от космоса. То есть вот мировое древо, которое является одним из основных вот таких вот элементов этой росписи, да, это древо, объединяющее подземный мир корни, ствол наземный мир, и крона уходит в космос, да. И фигуры, и явления – все вокруг этого мирового древа. То есть человек с его жизнью – это тоже часть космоса. И они не отделяли себя, люди, от природы, от космического такого пространства. И все это заключено в их изделиях, вот в этой росписи все это заключено. Источником конкретной этой росписи, что является, трудно сказать, потому что в этой росписи, первое, есть очень элементы, похожие на греческое искусство, да. Вот если взять древние амфоры, на терракотовом фоне ряды фризы повторяющегося такого ритмичного рисунка в виде стилизованных фигур, человека, кони и так далее. Многое очень похоже здесь. Возможно, это какие-то древние потоки товаров могли как-то где-то отразиться вот в искусственной имейтинской росписи. Здесь есть два цвета – красный и черный. Это было вроде как под рукой у людей, которые занимались переписыванием книг. То есть старобрядцы, которые из Новгорода переселились на северные земли, у них под рукой была краска. Красная для буквиц или нужна была им красная краска? И черная для шрифта, да. Возможно, это оттуда идут, так сказать, отголоски искусства. Но, тем не менее, нет литературных данных и нет источников, где бы в литературе, в книгах был бы такой орнамент, вот именно Мезинский. Там тоже черно-красные рисунки, но другие символы. Хотя вот технически вроде то же самое. В-третьих, в этом районе много пещер с наскальными рисунками. И эти рисунки очень напоминают символы Мезинской росписи. Возможно, идут, так сказать, корни с тех краев. Люди, которые жили в этом районе, они практически мало поддерживали отношения с людьми южного направления, больше общались с северными, с Коми, например. Приветствовались браки совместные с Коми. И искусство Коми и северных народов, например, что-то такое Ловозерское, Самоеды. Вот они тоже свое искусство где-то как-то могли продемонстрировать в районе Мезинской области. И вот это, может быть, и какой-то синтез возник на основе двух культур. Поэтому однозначного решения, откуда, каким образом зародилась эта роспись, нет. Но, тем не менее, самое древнее изделие, которое до нас дошло, оно в середине XIX века. 1890 год, ой, 1840 год, то есть это середина XIX века. Более ранних изделий нет. В силу чего, непонятно. Но роспись интересна именно своей архаичностью. Вот не нету широкого мазка, который был известен, но такое маховое письмо, которое было известно уже в XIX веке. Здесь очень графичная роспись, вот очень сдержанная, очень изящная роспись. Вот она здорово отличается от современных на тот момент росписей. Но вот истоки ее, и корни ее, в общем-то, неизвестны. В настоящий момент. Чтобы однозначно сказать, откуда, кто, как ее создал, да, вот однозначного решения нет. Хотя многие сейчас, ну где-то с 1960 года начинается изучение этой росписи, расшифровка символов, вот, нахождение аналогов где-то в других культурах, культурах этим символом. Вот это идет с 1960 года, но, тем не менее, однозначного решения все равно нет по этому вопросу. Эта роспись была раньше чисто мужская. Женщины эту роспись не допускали, да. Только сын, только отец, только дед рисовали. И даже говорили, мы рисуем, как наши деды рисовали. То есть женщин туда не допускали в эту роспись. Здесь, возможно, здесь, так сказать, несколько факторов. Возможно, вот, сакральность росписи раз. С другой стороны, возможно, у крестьянина освобождалось больше времени зимой, когда занимались росписью, он, как сказать, был более свободен от работы на полях и так далее. Поэтому мог себе позволить это расписывать. А женщина была занята с детьми, с едой, там, и с каким-то качеством, например, да, то, что очень много времени на откачество на изготовление нити уходило. Возможно. Но, тем не менее, факт остается фактом. Это чисто мужская роспись. И поэтому, если взять, например, фрялки с тыльной стороны, где позволяли себе уходы от канона и какие-то сцены, бытовые, жанровые сцены изображаться, да, то там были сцены, то, что интересовало мужчинам. Охота, рыбалка, выезд на конях, убил дичь, погулял с собакой там вышел и так далее. Чисто мужская роспись была. Рисовали киской, так называемой размочаленной веточкой, и контур наводили пером глухаря Титерева, вот каким-то пером. Поэтому роспись была очень острая, такая, какая-то угловатая, архаичная, дикая, динамичная. Вот именно такая мужская была роспись. Теперь ей занимаются, в основном, женщины, используя кисточку. Появились завитушки, появились какие-то такие веклястые какие-то вот ажурные линии. Она стала более нежной, более плавной. И все-таки уходит архаичность, дикость этой росписи уходит. То, что объединяло ее с наскальной росписью, то, что объединяло ее, например, с резьбой по кости, характерной для северных народностей, вот это немножко стало уходить. И вот тут надо грань. Роспись любая должна развиваться, конечно, но чтобы не потерять лицо. Не все красно-черное есть мезинская роспись. Вот чтобы сохранить дух этой росписи, вот это очень важно. И книги сейчас есть по этому поводу. Можно посмотреть эти книги и сделать свое же мнение, что вам ближе, вот именно архаика или какие-то современные декоративные решения по мотивам этой росписью. Здесь у нас, во-первых, стихи. Стихи огня, стихи воздуха, стихи воды, стихи земли. Мы можем изображать здесь символы солнца, различные варианты солярной знаки, так называемые. Мы можем изображать символы плодорогия распаханного поля, засеянного поля, поля распаханного согретое солнце, проклюнувшиеся ростки, цветущее поле. Это все в символах, заложенные в этой росписи. И мы можем составлять целые послания, целые мысли, целые пожелания, исходя вот из этих символов. Здесь есть символы, изображающие макошь, богиня, которая покровительствовала женщинам среднего рода, богиня рукоделия женского, богиня женского плодородия. Вот эта богиня, впоследствии которой становится поросхивой пятницей в православии, она может изображаться в виде женской фигурки с птичками или в виде женской фигурки с веретеном и с нитью. Или мы можем изображать ее, например, лицо иногда изображается, в виде знака плодородия. Это красный ром, перекрещенный черным крестиком, где мы изображаем четыре точечки. То есть вот очень много знаков, которые, конечно, пришли из славянской культуры. Вот визинскую роспись. То есть символы, знамки очень похожи на то, что использовалось в одежде, в орнаментах. Совершенно верно. Все корень один. Корень один, конечно. И очень важные вещи, такие как обряд свадьбы. Вот у нас есть символ пожелания удачной свадьбы. Вот два олени перекрещиваются у них лапки над мировым древом и энергия космическая все это дело у нас осеняет. Это вот символ. Если, например, папа хотел бы, чтобы дочка вышла удачно замуж, на ее прялочке, которую, как правило, папа первый дарит своей дочке, будет изображен вот этот вот символ. Если папа считает, что что-то более важное, например, есть, например, знаки плодородия, да, он изобразит эти знаки. Ну вот символ на удачный брак в будущем заложен будет вот визинской роспись. Есть символ, который характеризует вот два оленя или два коня, стоящих возле ростка или возле древа, или мирового древа, или в виде елочки. Это охранный знак на удачную семейную жизнь вообще, да, вот на семейный уже свершившийся брак, семья идет, вот тогда охранный знак у нас будет такой. У нас есть символы, например, в данном случае, да, важнейший символ, конечно, это дань матриархату, это олень, олениха, праматерь, рода. Вот этот бесконечный круг родов, по бесконечному кругу идут у нас вот эти вот роды, род идет бесконечно, и елочки изображены. Но это мужское начало, как бы это знак на продолжение мужского рода, чтобы мужской род не прекращался. Так что символикой, правда, начали заниматься в 1960 году. Вот тогда началась расшифровка, потому что к тому времени уже многие символы были забыты. И рисовали только потому, что так рисовали деды наши, да, так рисовал отец, и я так рисую. И очень часто в орнаменте, и вообще в этой символической росписи смысл теряется, забывается уже. И вот только в 1960 году стали уже начинать понимать эту роспись, что она не просто так вот, чтобы было красиво, а все-таки здесь заложено значение. Стали сравнивать с другими какими-то письменами, с другими знаками, нашли много общего. И оказывается, теперь у нас и целая символичная роспись имеется у нас, так сказать, на территории нашей России, на русский север. Ни одного штриха не бывает бессмысленного. Любой штрих, он продиктован какой-то идеей, ничего не делалось просто так. Все делалось и все имело значение. То есть в жизни ничего нет бессмысленного, не случайного. И это очень хорошо отражено в Мизинской росписи. Людям это, я вижу, интересно. Потому что приходят люди разных возрастов, говорят, что я никогда не рисовал. Оказывается, это очень интересно. Оказывается, не просто посмотреть, но еще и узнать можно из этой росписи многое. И можно сделать для своих близких что-то приятное и полезное. И вот стало, так сказать, у нас объединяться и практическое, и культурное, и декоративное, и познание. То есть все стало сливаться воедино и стало жить интереснее. Человек не должен забывать свои корни. Обязательно, да. Ни один культурный народ не забывает, откуда он пошел, что у него была мама и папа, что он им благодарен. Это надо воспитывать, это надо показывать, это надо говорить, что это нормально – помнить своих предков, уважать свою культуру и из этого строить свое будущее. Исходи. Я считаю, что это обязательно надо делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok